Христианские таинства Христианские таинства не рассматривают действия человека как самодостаточные для того, чтобы это таинство уже имело всё то содержание, ради которого оно совершается. В язычестве главное правильно сделать, правильно осуществить все действия, сказать то, что нужно и так далее, независимо от внутреннего состояния человека. Христианство как раз самое главное усматривает во внутреннем состоянии христианства. Главное, первостепенное. Это не значит, что всё прочее не имеет значения. Ещё раз напоминаю вам, что такое таинство. Это священное действие, во время которого верующему человеку подаётся особый дар благодати. Во время совершения которого верующему человеку подаётся особый дар благодати. Подаётся как? Таинственно, незримо, так сказать, тайно. Отсюда называется таинство. То есть невидимо для человека, но ощутительно и даже очень ощутительно для человека верующего. Да. Ну вот, и мы с вами поговорили немножко о таинстве крещения. Я вам уже сказал, что главная идея в христианском таинстве крещения – это рождение. Это баня паки бытия, то есть в паке. Опять, вновь. Это новое рождение. Зарождение нового человека. Вот это – семени Христа. Особенно прошу обратить внимание на слова Семёна Нового Богослова, который говорит, что «уверующий в Сына Божьего кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Тогда Бог Слова входит в крещённого, как в утробу преснодевы, и пребывает в нём, как семя». Это великолепно просто показана сама идея какого. Крещение даётся семя нового человека. Совсем не древо, совсем ещё не плоды, совсем нет, а семя. А уже произрастание этого семени зависит от чего? От условий. Этими условиями является личное произволение человека. Проще сказать – его духовная жизнь. При правильной духовной жизни это семя будет произрастать и, в конце концов, даст плод. При неправильной духовной жизни, то есть при её отсутствии, если хотите, это семя так и останется. Помните, Господь сказал – семя, если не умрёт, не пронесёт плода. Так вот и здесь. В египетских пирамидах находили эти семена, которые бесплодно пролежали тысячи лет. Так и с крещением. Можно принять это семя, и оно остановится, и оно остаётся бесплодным. Бесплодно. Об этом святые отцы прямо пишут, предупреждают. Помните, вот Марка Подвижника я вам цитировал, напоминаю. «Уверился ли ты, хотя ныне, что твёрдо верующим Дух Святой даётся тотчас по крещении? Неверным же и зловерным, и по крещении не даётся». Ух, какое сильное высказание! Вот жил бы он сейчас в наше время, мы бы ему показали, как это не даётся. Человека крестили, а ему не даётся? Это ты, Марк, говоришь, да? Хм, учитель. Новое учение проповедует. Кирилл Урисалимский, помните? То же самое я вам приводил. Такую же сильную, сильную мысль, да. Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Какие серьёзные высказывания! Как они решительно расходятся вот с нашим, так сказать, обыденным мнением. Главное – крестить, главное – причастить и так далее. Они решительно настаивали всегда, настаивали просто на том, что христианское таинство только тогда не спосылает человеку дар благодати, когда у человека есть соответствующее духовное состояние. В противном случае нет его. Нельзя заставить Духа Святого войти в человека. Нельзя заставить. Никакими действиями и никакими словами. Вот как это пытаются сделать те, которые отчитывают, думают действиями и словами. Да, изгнать. Вот, друзья мои, это вот очень серьёзно. Ещё одна серьёзная мысль, на которую я обращал ваше внимание, что, как пишет Тихон Задонский, очень хорошо это выражает, что как у человека два рождения – физическое и в крещении, так в нём и два человека – ветхий и новый. То есть это семя нового человека даётся, всевывается куда? В наш ветхий человек, как своего рода закваска. Вот тоже хороший образ. Как закваска, которая может действовать в нас только при условии соблюдения вот того необходимого, при котором закваска может действовать. Так это очень важно. Необходима правильная духовная жизнь. Но ещё один момент, на который обращаю ваше внимание – это вечные эти споры идут, вечные непонимания. Просто это какая-то беда. Прощается ли в крещении первородный грех? Вот. Сущее прям искушение. Но говорю вам, что всё зависит от того, что мы будем называть первородным грехом. Мне кажется, все вы понимаете, что мы не можем принять католического взгляда на то, что будто мы все несем вину прародителей за их грех. Но это же… Простите меня, что это такое? Я не несу вины ни за грехи своего отца, ни деда, ни прадеда, никого прочего. Тем более за грех первого человека. Святые отцы прямо говорят, в чём состояла суть, суть, так сказать, действия греха прародителя – в повреждении нашей природы, смертности, тленности, страстности. Вот, что мы наследовали от первых людей. Вот, что можно назвать… Отцы хорошо это называли первородным повреждением. Придумали это первородный грех. Но вошло это, будем уж говорить об этом, первородное повреждение. Так вот, в крещении это первородное повреждение не исцеляется, не истребляется. Остаётся человек смертным, остаётся тленным, остаётся страстным, то есть подверженным болезням. Это не исцеляется. Более того, скажу, в крещении не исцеляется даже и родовой грех. Родовые, то есть вот эти болезненные, болезненные наклонности, духовные наклонности, тоже ещё не исцеляются. В крещении происходит отпущение всех личных грехов. Это да. И я вам скажу, не только в крещении. Отпущение личных грехов происходит в любом таинстве, поскольку все они должны быть сопряжены с покаянием. И насколько они сопрягаются у данного человека с покаянием, настолько человек и очищается от грехов. В монашестве происходит это? Да. Да. Почему? Потому что оно тоже таинство. Только никому не говорите. Восьмое. Вот так. На это обращаю внимание. Значит, что первородный грех, вот страшно сказать, в крещении не прощается первородный грех. Ужас какой! Правда? Какая ересь! Разобрать надо. Что это такое? Тогда поймём, поймём, о чём идёт речь. Просто процитирую вам насчёт прощения первородного греха. Игнатий Принчаинов пишет, «В падшем естестве нашем не уничтожено святым крещением свойство рождать из себя смешанное зло с добром». Слышите? Зло с добром. Ещё не было вот такого развлечения между первородным и родовым грехом. Вот. Но о чём он говорит? Он здесь говорит сразу об этих двух грехах. Первородным и родовом. Не уничтожается святым крещением свойство рождать из себя. Поэтому видим уже в детях проявление всяких таких, ну, начал, который в конечном счёте при осознании, когда достижение возраста сознательного, мы уже называем это грехом. Вот. И он ссылается при этом. Вредни Иванович. Он пишет, «Святой Исаак Сирин, слова первые и восемьдесят четвёртые, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наших таинством святого крещения, как семя в землю». Правда? Вот видите, как берёт образ святыми отцами. «Дар этот сам собой совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство». Видите, какие серьёзные вещи. «По этой причине дар сияет во всём изящести своём, только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями и по мере этого возделания». И дальше он ссылается. «Смотри, преподобно Марка Подвижника слово о крещении, к Санфопулов главы 4, 5 и 6. Это его слово о человеке». Вот. Ещё обращаю внимание на следующее, вот, что я, на что уже говорил вам, но хочу ещё раз подчеркнуть, что таинство совершается не в силу механического действия, а в силу веры, воспринимающего таинство. Об этом очень хорошо пишет святитель Феофан Говоров. Цитирую. «Но надо при этом иметь в мысли, что всем умертие греху через крещение ничего не бывает механически, ничего не бывает механически, а всё совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека». Видите? И объясняет. Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою побеждать живущим в нём грех. Дальше. «Самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати». Вы слышите? Не происходит автоматически. Раз тебя погрузили, и всё в порядке. Оказывается, самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека, чтобы он с помощью полученной благодати совершал это. эти интересные какие просто вещи. А вот наш новомученик Фаддей Успенский «Правда, многих крещённых нельзя назвать воскресшими духовно, так как духовная жизнь их ничем не отличается от жизни некрещённых. Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего». Понимаете, опять настаивает на этом. «Ибо сия благодать ни в кого не вселяется помимо желания его». Чтобы благодать крещения была воспринята, крещённый должен привиться к доброй маслине Христу через веру и любовь, которая обильно вселяет душу человека жизнь Христову, а также через борьбу со страстями, мертвящими душу, мешающими ей ожить. Ну, я вам скажу, что все вот эти святые, они ошибаются. А знаете, в чём? Они пишут, что вот тут требуется вера, покаяние, что требуется борьба со страстями и так далее. Что они пишут? Когда мы крести младенца, что там есть? Какая вера есть там? Нет. Борьба со страстями? Нет. А понимает он, что с ним делает? Нет. А они что пишут? Я не понимаю. Как же это такое? По их, вот то, что они пишут, получается, что и детей крестить это не надо? А мы-то точно же знаем, что надо? Как это ничего не бывает механически? Феофан Затворник пишет. Они ещё такие вещи утвердают, что ни один человек за другого не может поручиться, что он больше не будет грешить. Не может поручиться, что он не будет творить то-то и то-то и то-то. Мы говорим, неверно. Я вот сейчас меня приглашают крестить, вот младенец, и я за него отрекаюсь от сатаны, за него обещаю Богу добрую совесть. За него. Ну, видимо, я достиг дара прозорливости, может быть, уже. А он потом вырастает и говорит, ну, хорош. Поручаясь за другого, пишет пророк, кладёт голову свою на плаху. Ух, как сильно, что мы на себя берём, когда поручаемся за другого. Я за себя-то не знаю, с трудом, я могу только сказать, что я постараюсь отречь от сатаны, бороться с грехом, постараюсь жить по-евангельски, это за себя. А тут имею смелость за другого. Правда, интересно? Очень интересно даже. Становится поэтому понятным, почему особые даже три святителя, праздник в честь их особый, хотя много святителей, а здесь три особых, да, крестились все, когда? Он, Василий Великий, в святом семействе родился. Ни мать, ни бабка, там ни отец не крестили его. Представляете, вот что значит не понимали. А вдруг умрет, что тогда будет? Ладно, он сам подрос, тоже не крестится. До 30 лет не крестился. Ничего не понимаю. Григорий Богослов, который всего на год его был старше, такой же, да, тоже что-то под 30 лет, 26 или 28 что-то было. И сколько мы таких находим? Множество в древней, церкви. Но постепенно, постепенно начинает преобладать практика крестить как можно скорее, быстрее, в детстве. Все больше, все чаще встречаем аналогию с древнееврейским обрезанием. Ну, не с древней, вообще, с иудейским обрезанием. Поскольку обрезание есть образ крещения, представляете, образ, то мы начинаем расследовать не вере, а образу. Не жизни, а символу. Интересные вещи, да. Мы говорим о том, что только принимающий таинство с верою может действительно и откликнувшись, то есть, на это таинство, с верой, убеждением, соответственно своей силе ревности принимает и дар благодати, действующий в нем. По силе его веры и ревности. Это так учат отцы, но это совершенно неверно. Мы знаем, никакой не надо ревности, никакой веры. Все, и таинство будет совершено. Были ли в древней церкви крещения детей? Были, но как редкое явление. Правило было, конечно, другим крестились в сознательном возрасте. Потому что надо было отречься от прежней языческой жизни, от ее начала. Надо давать обещания Богу жить по совести, честно и по вере. Это прекрасно все понимали и только так и понимали слова Христа. Кто веру имеет и крестится. И вот посмотрите, как история, как постепенно вот это идет такой взгляд, как бы помимо меня, без меня, так сказать, спасти меня, как он сильно, сильно вошел в сознание даже христиан, вопреки вот тому, что пишут святые отцы. И постепенно это стало традицией, причем неискоренимой традиции. Вот. Настаивает на крещении младенца в древней церкви только Карфагенский собор 318 года. Карфагенский собор. Вот там он настаивает. Это, пожалуй, единственное, где мы встречаем. Но после него уже, он в 318 году был, уже родился, после него, Василий Великий в 329 году родился же. То есть через 10 лет, через 11. Да. Григорий Назианзин богослов, то же самое. Иоанн Затауст еще позднее родился, в 347 году. Вот. Знали они это, знали. Это решение. Это у поместного собора. Единственный собор, который настаивает на необходимости крещения детей. В других случаях этой настойчивости мы не видим не только в учении, не видим в самой практике даже древней церкви. Святые отцы иначе смотрели на суть крещения. Они говорили, что речь от него отпущения просто только грехов и смысл крещения младенцев, даже если они совершаются, что суть не в оставлении грехов им, ибо у них еще нет грехов, а в приобщении к божественной жизни, в сочетании со Христом. Вот в чем дело. Отпущение под отпущением грехов, о котором говорит, кстати, Карфагенский собор, подразумевается, что под отпущением грехов? Не в том смысле тех, которые у них есть, ибо их нет, а в том смысле, что подрубается корень, так сказать, в принципе подрубается корень под теми будущими грехами, без которых, увы, человек прожить не может. Поэтому благодаря таинству крещения воспринятому человеку ему открывается и таинство покаяния, и таинство причащения, вот, таинство вхождения в церковь, то есть вся та совокупность средств, с помощью которых человек потом очищается от греха. всё это открывается чем? Таинством крещения. Вот в каком смысле идёт речь об отпущении грехов, когда речь идёт даже о крещении младенцев. Понятно вот, в каком смысле? Да. Вот, например, пишет Федорит Кирский, крещение не уподобляется, как думают повредившиеся в уме мисселиане, голой бритве, отъемлющие предшествовавшие грехи. Вот это да! Оказывается, это мисселиане? Да ещё какие! Повредившиеся в уме! А мы очень часто сводим крещение именно к этому. Нет! Ибо с избытком даруется нам это. То есть, само собой разумеется. А если бы это одно было делом крещения, то для чего крестить на младенцев, не вкусивших ещё греха? Крещение есть залог будущих благ, образ будущего воскресения, приобщение владычных страданий, причастие владычного воскресения, одежда спасения, хитон веселья, светлая риза, лучше же сказать, самый свет. То есть, речь идёт о двух. Не только о стороне отрицательной, но и о положительной. Не только об очищении от грехов, тем более, что у младенцев их, если нет, но и о приобщении, главное, тем дарам благодати, которые уже в силу крещения может воспринять человек. в отношении же самого этого вопроса о крещении младенца. Вот Игнатий Вринчанинов пишет «Без такого приготовления, ну, то есть, сознательного покаяния, отречения и так далее, какая может быть польза от крещения? какая может быть польза от крещения, когда мы принимаем его в возрасте, нисколько не понимая его значения? Ой, какие вещи! Ой, что-то не то пишут! Слышите? Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаёмся в полном неведении о том, что мы приняли? Вот я вас предупреждаю всегда и говорю, кто больше всех заблуждает? Святые отцы! Они всё не так учат, как надо! Какая польза от крещения младенцев? Подумайте, самая постановка вопроса просто какая-то! Ну, что это такое? Безобразие просто! Это его аскетические опыты, том 2-й. По изданию Москва 93-го года, страница 391-я. А преподобный Симеон Новый Богослов пишет, послушайте, «Всякая душа тотчас, как окрестится человек, принимает в духе благодать Христову. Покой во благодати тотчас воображается в ней Христос. христос». Но крещенные крещенные младенцами не чувствуют освящения получаемого в крещении, потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы еще не совершенны умом, чтобы разуметь принятую благодать. посему с продолжением времени они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худо. И благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется. А в иных сохраняется малая ее искра, о которой потом великая сия милость, то есть Божия, опять в них воспламеняется. Если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение, вы подумайте, это крещенные примут оглашение, то есть что такое научение в вере? Восстановят веру как следует и возупывают на Бога. Понимаете, как подходит осторожно они к крещению младенцев. Вы видите, какие предупреждения! Очень такой известный был духовный старец Афонский, монах Арсений Афонский писал «Касательно младенцев, о коих просит вас узнать от нас, можно сказать то, что получившие святое крещение будут радоваться и блаженствовать на небеси». Человеки хотя бы кончину получили нечаянно. Равно не следует отвергнуть и тех младенцев, которые родились мёртвыми или не успели быть окрещены. Они не виноваты, что не получили святого крещения у Отца Небесного крещения. А у Отца Небесного обители многих суть, в числе коих есть, конечно, и такие, в которых и таковые младенцы будут покоиться за веру и благочестие верных родителей своих, хотя сами по неиспытанным судьбам Божьим и не получили святого крещения. Так думать не противно религии, о чём свидетельствуют и святые отцы в Синаксаре в субботу Месопустную. Молиться за них родители могут с верой в милосердие Божие. Это конец XIX века, когда уже, кажется, практика крещения младенцев была очень сильна и беспокоились только о том, а как же некрещенные младенцы, как же они погибнут или нет, а погибли даже речь не идёт, можно из-за них молиться или нет? Ну, конечно, конечно. Григорий Богослов пишет, что некрещенные младенцы, не принявшие крещения, не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что, хотя и не запечатлены, однако же и не худые. Ну, надеюсь, это понятно вам. Я вам объяснял это, что такое ни наказаны, ни прославлены. Ну, привожу всегда вот такой яркий пример. На войне немногие получают достоинства героев, герои страны, очень немногие, хотя воюют массы. Потому что эти герои прославлены, но прочие, хотя и не прославлены, допустим, такими отличиями, как геройство, но они же и не худы, они же тоже воевали. Вот такова его мысль. Очень важно понять следующее, что факт крещения никогда не рассматривался отцами как какая-то индульгенция. Вы слышите? Никогда не рассматривался как получение пропуска в Царство Божие, без которого Царство Божие закрыто. Они зато не всегда говорили, что для того, кто не принимает это таинство, принимает несознательно или без покаяния, прямо пишут, например, вот для того вода остается водою. это Григорий Богослов. Для этих людей вода остается водой, это Григорий Богослов. А Максим Исповедник говорит, ибо не рождает Дух Святой воли неходящей. Не рождает в крещении, если у человека нет воли, нет хотения. Вот оказывается, в зависимости от свободной человеческих усилий, его воли только, действует благодать Божия. Не может она действовать вопреки желания или без желания. У человека нет никакого желания, а благодать будет действовать. Да, вот сейчас в 2003 году вышла интересная четырёхтомная работа Иезуита Аранса, я его лично хорошо знаю, его работа «Эвхология Константинополя в начале XI века». И вот он говорит, что в это время до четырёх-пяти лет над младенцем совершается так называемое первое оглашение. Ну, чем можно младенца научить, так сказать. И только после этого начинается второе оглашение, которое заканчивается торжественным крещением этих уже детей, уже даже не младенцев, а детей, крещением самим патриархом присутствия у нас епископа. Ну, в Константинополе это можно было, вы понимаете, в XI веке. Весь Константинополь было, всё государство какое. Вот так. Причём он пишет, что это крещение совершалось очень торжественно, ну, ещё самим патриархом. там одевали в особые одежды, они со свечами ходили, причащались в этих белых одеждах, они всю неделю затем. Это было торжество, действительно, торжество. Понимаете, это всё-таки это детки, которые уже могут уже, ну, после 4-5 лет, после 5 лет, вот, они уже, ну, это уже дети, не младенцы. Да, какое-то было торжественное. И сравните, какое торжество у нас происходит, когда приносят малышей, и что там творится. Хоть уши закрывай подчас. Да, интересно, что тут батюшка может сказать. Это крёстные, которые не знаю, в кого верят. Да. То есть, вот видите, как можно, можно под формой православия можно внедрять вещи, как далеко уходящие от Него. Я уж боюсь более резких слов. А, кстати, вот то же самое, что о чём я читал вам у Феофана Затворника, то же самое пишет архимандрит Иустин Попович. Посмотрите, благодать, преподаваемая падшему человеку через Иисуса Христа, не действует механически. Всюду они подчёркивают вот эти вот, вот эти духовные люди, святые люди, разумные люди не действуют механически, не даёт посвящения и спасения немедленно, в мгновении ока, но постепенно проникают все психофизические силы человека соразмерно его личному подвигу и новой жизни. В чём основная, так сказать, мысль отцов? если хотите, мысль церкви, в чём основная мысль? Вот в этом. Не действует механически. Вот корень противостояния современного нашего христианского сознания и святых отцов. Мы следуем святым отцам, да? Они говорят, благодать не действует механически. мы говорим неверно это, действует. Действует. Если действует, тогда давайте усыплять всех взрослых, которые не хотят креститься, и крестить их, пока не спят. Говорят, это нельзя. Какая разница? Почему нельзя? Владенца можно крестить в кого угодно. В мусульманство, в буддизм, в иудаизм, в зарастризм, кого хотите, в синтаизм. Я образно говорю. Правда же? Он же владенец, он же ничего не понимает. Мы верим во что? Что благодать действует механически. Птичка вне клетки, совершили танец, птичка в клетке. И никуда не денешься. Вот наша современная вера. Видите, как мы далеко отошли от понимания святоотеческого. В таком даже важном вопросе, как таинство. И так мы смотрим на все таинства, к сожалению, что они действуют механически. Это прямое имеет отношение и к таинству Евхаристии. Скажу вам так, что у древних, у некоторых древних народов был обычай принимать хлеб и вино. Говорят, что будто бы даже это в некоторых мистериях употреблялось. Но, вот, например, в культе Митры, которая была современником христианства, там есть основания полагать, что это было воспринято даже от христиан. Но в то же время хлеб и вино у всех народов, допустим, европейского, европейских народов всегда рассматривались как такие две основные составляющие человеческой жизни. Хлеб рассматривал всегда как символ его жизни, именно жизни. Вино – символ радости. И неудивительно поэтому, что эти хлеб и вино всегда были вот таковыми, самыми употребительными. И в данном случае Господь, учреждая это таинство, то же самое взяло именно хлеб и вино как символы жизни и радости. Какое различие в понимании хлеба и вина в христианском таинстве и у древних народов. Там эти хлеб и вино были именно знаками и символами. И только. Никакая речь никогда не шла о том, что, будто бы, принимая их, человек тем самым приобщается к Божеству. Более того, тем более никогда не было мысли о том, чтобы эти хлеб и вино были телом самого Божества. Об этом просто не было речи. Христианская таинство в этом отношении принципиально отличается от древних представлений. Вопрос о таинстве Евхаристии, который с некоторого времени стал мучить богословов и который никогда не поднимался даже в истории церкви фактически. Это вопрос о том, как понять, что мы видим перед собой хлеб и вино, вкушаем это, ощущаем это. Так? И как понять в то же время решительное утверждение учения церкви о том, что мы причащаемся истинного тела, истинной крови Христовой? Как это понять? Это вопрос, который, может быть, он больше относится к сравнительному богословию, но мне кажется, что он должен быть рассмотрен и у нас, потому что вам придется отвечать на эти вопросы все равно. Основной богословий или апологетик, оно рассчитано на что? На обращение, наше обращение к миру, к миру, испытующему нас, спрашивающему нас. И вот в связи с этим, поэтому я хочу вам сделать некоторые комментарии, уже касающиеся нескольких таких христианских пониманий этого вопроса. Так вот, первое, что я хочу сказать. Тысячу лет практически церковь не знала этого вопроса. Была твердая вера. Да, мы причаемся Христа. Все. Как и что, не знаю. мы верим и не просто верим. Опыт каждого причащающегося действительно с верой, благоговением, покаянием свидетельствовал о том, что действительно причащаемся Христа. Я думаю, и до сих пор это опыт, я думаю, множества христиан, которые с верой и благоговением подходят к этим святым таинствам. Мы причащаемся Христа. так нет вот. Запад вот это вот в своем рационализме и схолостизме поставил со всей остротой вопрос о том, как же это понять. И вот мы видим, что во втором тысячелетии, во втором тысячелетии появляется новое учение, которое никогда не знала церковь. я это вам подчеркиваю, которое новое учение, которое не знала церковь. Это новое учение состояло в том, что с этим хлебом и вином оказывается происходит следующий процесс во время таинства. В этом хлебе и вине меняется сущность хлеба и вина на сущность тела Христова. сущность или субстанция, а акциденции, то есть видимые свойства остаются прежними. Взяли эти вещи в эпоху увлечения Платоном и Аристотелем, этими учителями древней философии. Ведь вы знаете, что перед Платоном, например, и перед статуями Платона и Аристотеля иногда выжигались даже лампады на западе. Вот было такое увлечение их философии. У Аристотеля мы находим, что в каждом предмете есть сущность, субстанция, а есть акциденции. И вот где-то сначала это просто была мысль никого, ни к чему не обязывающая в IX веке у одного из богословов западной церкви о том, что то же самое происходит в Евхаристии. сущность меняется, акциденции остаются. Понимаете, сами термины никогда не употреблялись в применении к Евхаристии эти термины. Но это была, так сказать, идея. Но эта идея затем нашла своё развитие. И на Триденском соборе Рима католической церкви в XVI веке во второй половине Триденским собором было принято постановление, утверждённое, естественно, Папой, по которому решительно было заявлено, что в Евхаристии происходит вот именно это. Сущность хлеба и вина меняется на сущность тела и крови Христовой, а акциденции остаются. Так Триденский собор окончательно закрепил это учение. Но в предшествующий период, я говорю, шло развитие его, укоренение его в учении католической церкви. Фома Аквинский – это самый, пожалуй, знаменитый выдающийся богослов католической церкви. Он при этом дошёл до следующих выводов. Всем же понятно, что если сущность хлеба и вина меняется в сущность тела и крови, то ясно, что это же не в мёртвое же тело, правда же, а живого тела. А что такое живое тело? Это же сам Христос, это же сам Христос. Следующее, что же делает священник, когда раздробляет, назовём мы, агнец, так? Что же он делает? Он же уже не хлеб режет, а кого? Христа. И Фома Аквинский, это величайшая знаменитость, дошёл до того, что прямо утверждает, что происходит, скажу по-латыни, иммулацио кристи, то есть заклание Христа. В каждой Евхаристии происходит вновь заклание Христа. Ну, ещё бы. Вы знаете, у нас это особенно, у нас же употребляется купее, вы знаете, при Евхаристии, в котором раздробляется этот агнец уже на части. Это кто раздробляется? Хлеб? Нет. Христос. При этом, что данное учение говорит? То, что мы не видим в это время Христа, это просто Бог скрывает от нас, потому что мы не могли бы есть это тело и не могли бы пить кровь. Это противоестественно для человека. И поэтому Бог скрывает только это. То есть, оказывается, мы являемся своего рода в состоянии тех людей, у кого закрываются глаза, кому только кажется одно, а на самом деле это другое. Вы помните, наверное, из истории церкви, что было такое еретическое движение, которое осталось в истории под названием докетизма. Что говорили докеты? Вам только кажется, что Христос страдал, вам только кажется, что Он умер, вам только кажется, что Он плакал, вам только кажется, что Он ел пил, Он обладал плотью бессмертного первозданного Адама. Помните, мы в прошлом году говорили о человеческой природе Христа? Да. Вам все это кажется? На самом деле нет. Он не ел, не пил, не нуждался, Он не мог страдать. Это была ересь, докетическая ересь. Кажется вам вот то-то, а на самом деле происходит другое. И вот здесь римокатолицизм, он, если хотите, впал вот в эту крайность. Вам только кажется, что это хлебовина. На самом деле это сам Христос живой. При этом есть ряд исторических случаев, вполне думаю, что достоверных, не сомневаюсь в этом, когда некоторым сомневающимся было видение. Например, очень интересный случай был с Григорием Великим Григорием Двоесловым, Папой Римским. Собственно, не с ним, а с его просворницей, которая вдруг ей однажды стукнула в голову. До этого он никак не слышал. А тут стукнула в голову. Что он говорит? Это тело моё, это кровь моя, тело моё. Так я же сама пекла обладки. Что он говорит? Какое ж это тело? Наконец ей дошло. и друг, что называется, у неё открылись глаза, и она видит в чаше младенца заколаемого. Вот таких случаев в истории было несколько, не знаю, много или нет, но такие случаи в истории были. Были. И вот некоторые отсюда католические богословы, а затем это перешло и к нам стали утверждать, как рассматривать эти случаи как доказательство того, что действительно это на самом деле происходит. Я хочу заметить по этому поводу. Нет такого в христианстве учения о том, что Христос младенец пострадал за нас. Нет такого учения. Ну, конечно, если бы Ирод бы его погубил, как вифлеемских младенцев, и христианская церковь так бы учила, что вот он, младенец Христос, пострадал и этим искупил нас. Это ещё было бы, допустим, я говорю, нет такого. Христос пришёл в возраст, полный человеческий возраст, когда добровольно, осознанно, с великими борениями и страданиями пошёл на крест. Здесь видят младенца закалаемого. Правда ли странно? В чём причина? И что это означает тогда? Вот эти вещи. Эта просворница, она, так сказать, после этого убедилась всё, что действительно это истинное тело, истинный кровь Христова. О чём это говорят эти случаи? Они говорят об очень простой вещи. Господь каждому человеку, каждому, в меру его умственных, умственного развития, если хотите, по степени его веры, так, открывает истина веры, истина веры соответствующим образом, то есть применительно к данному человеку. Есть такой термин «адгоменем». То есть излагает вот что-то применительно к этому человеку, излагается. Ну, вы понимаете, что это такое «адгоменем». Вы будете объяснять некоторые христианские истины. Одно дело ребёнку, другое дело взрослому, одним образом необразованному человеку, другому, напротив, высокоразвитому человеку, ну, сами понимаете, по-разному «адгоменем». Так вот и здесь Господь открывает, что здесь Евхаристия это не есть просто хлеб и вино. Совсем нет. И открывает сомневающимся соответствующим образом, видя душу человека. Вот только каким образом можно объяснить вот эти вот факты. В противном случае мы впадаем тогда не знаю во что. Ещё повторяю ещё раз. Нет в христианстве истины о том, что Христос младенец нас совершил подвиг нашего спасения. Вот так вот это католическое учение явилось учением новым. Учением, которого не знали святые отцы совершенно. У них даже самих этих понятий не было в отношении Евхаристии субстанции и акциденции. Учение, сама идея об этом появилась в связи с философией Аристотеля. Это была попытка как-то понять, как же мы видим хлеб и вино, а церковь решительной святой отцы учат, что это тело и кровь Христу. Вот была попытка. Вот эта попытка выразилась вот в такую докетическую что ли своего рода концепцию. На Востоке она долго не имела никакого значения, но потом вы знаете падение Константинополя, да, ещё до падения уже фактическое падение. И впервые мы видим употребление этого термина на Востоке на православном в 15 веке у патриарха Геннадия Схалария верного ученика Фомы Аквинска, ну, который был под влиянием, конечно, я в этом смысле говорю ученика, под большим влиянием Фомы Аквинского в 15 веке только впервые. Представляете? Затем в 17 веке где-то было два специально собора посвящённых Евхаристии. В 1639 году в Константинополе и в 1642 году в Яссах эти два собора специально занимались Евхаристией так и на них на них выражение выражение метусия то есть транссубстанциация вот это присуществление не имело никакого официального значения. Его не употребляли на этих соборах просто. Это выражение метусия или присуществление на этих двух соборах. Вот. Впервые оно появляется уже после Геннадия Эсхалария только только в православном исповедании Кафолической и Апостольской Церкви Восточной подписанной Восточными Патриархами в 1645 году. Слышите? Середина 17 века. Даже перед этим буквально вот за три года был собор. Этого термина даже не употребляет в середину 17 века. Я к чему это говорю? Что эта концепция совершенно новая, эта концепция, имеющая своим происхождением католическую схоластику и католическую философию, и которая затем под влиянием вам понятно, каких исторических факторов проникла, стало проникать в православные богословия, как на Восток, так затем и в Россию. Но хочу в то же время вам отметить, что даже в катехизисах не удивляйте, что я вам скажу. Кстати, кто интересуется, можете посмотреть в Богословском вестнике за март 1904 года. Богословский вестник, это журнал МДА. Вот. Интересно, есть письмо генерала Богослова Киреева профессору Керенскому, где он пишет, я уже не раз имел случай указывать и на то, что ни митрополит Платон ни до начала, а на самом деле до конца 30-х годов минувшего столетия, то есть 19-го столетия, ни митрополит Платон, ни митрополит Филарет не считали нужным вводить слово присуществления в свои катехизисы. Кстати, вы знаете, что в редакции митрополита Филарета в катехизисе слова присуществления не было? Слышите? Его не было. Составили его внести в 1839 обер-прокурор Протасов и потом и члены Синода, но обер-прокурор. Представляете, какая сила? Что угодно, да? И несмотря на сопротивление митрополита Филарета, это было вставлено в приложение или присуществление. Представляете? Не было даже ни у митрополита Платона, ни у митрополита Филарета. И вот уже начиная с этого времени, с этого времени, это слово присуществления вместе с этой католической доктриной стало входить в русскую богословскую литературу. Стало входить в наши тагматические и литургические пособия. Вы знаете, новое учение совершенно. Хомяков, который, когда об этом узнал, то он отреагировал очень на это достаточно жёстко. Он назвал это атомистическим чудом. Что там атомы меняются, что ли, или как? Мы бы сейчас сказали иначе. Возникает сразу вопрос, что менделеевские элементы в хлебе и вине, ну, допустим, там есть свинец, что после приложения даров происходит, что превращается в золото, что меняются менделеевские элементы? Вы знаете, что, скажу к вашему сведению, сколько угодно было этих атеистических борцов и кощунников, которые проводили химические и физические анализы святых даров, понимаете? Вот. И потом торжественно заявляли, смотрите, как были хлеб и вино, так и остаются. Понимаете, какое-то с их точки зрения был нанесен удар. Кстати, в этом есть некий резон, потому что, когда вы спросите, католика, а что вы подрезаете под сущностью, особенно, если возьмете наших богословов, что вы подрезаете под сущностью, скажите? Недавно приходилось спрашивать, ну, скажите. Мы не знаем. так вы что утвердаете? Я вам скажу, королик, вы спросите меня, что это такое? А я скажу, не знаю. А что вы утвердаете? Когда утвердает, что меняется сущность, что вы разумеете? О чём, о чём говорите? Когда-то, ещё тысячу лет тому назад, да, или Триденский собор, пятьсот лет назад, они не знали. Теперь, благодаря науке, мы знаем, что такое сущность, любого материала, любой материальной вещи, вот те элементики Менделеева, они что, меняются? Нет. Католическая доктрина – это доктрина превеществления. Всё внимание обращено на что? Меняется вещество. Увидели самое главное, в чём видели? В изменении вещества, материи. Всё внимание обращено на материю. забыли, что таинство совсем совершается в другом. Таинство Евхаристии совсем в другом. Сущность всех вещей материального мира одна. Дух Святой отличен от единства тварного бытия. Это Афанасий Великий. Я вам ещё процитирую целый ряд вещей. Вот. Не в этом дело. Тело Христа ничем не отличалось от нашего тела. И группа крови у неё была та, которая имеет миллионы, миллиарды людей, может быть. Не в этом суть дела. Но тело Христово, суть его в чём была, самое главное, оно было соединено с Божеством. как неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Вот в чём была его спасительная сила, а не в теле самом по себе. Кстати, и тело наше, и его, и хлеб, и вино обладают одной и той же материальной сущностью. Никаких отличий тут нет. Если говорить о какой-то сущности, но об этом мы ещё с вами поговорим. Потому что, к сожалению, предлагаются нам идеи, которые являются совершенно новыми, пришедшими к нам с Запада, носящими какой-то дукетический характер и превращающими само таинство в какое-то материальное изменение, в какую-то магию или алхимию. Знаете, в алхимии, как пытались золото производить. Но мы поговорим ещё, как нужно понимать и что в чём здесь опасность этой точки зрения и в чём буквально её, если хотите, неверность. в чём в чём в чём Продолжение следует...